Игнатий Николаевич Потапенко. Самолюбие. Колтухину страшно не везло. Поступил он в университет чистеньким, хорошо одетым студентиком, всегда ходил с деньгами и, добрый, отзывчивый, никогда не отказывался выручить товарища. Но вышла такая неудача, что месяцев через шесть после его поступления в университет с отцом его, который занимал выгодное место в городской управе где-то в провинции, случилась история. Никто не знал этой истории, но все догадывались, что она была темная. Отец его лишился места и даже, кажется, небольшого состояния и попал под суд. С тех пор Колтухин сделался бедняком. Ему стало не везти. Впрочем, может быть, это происходило и от того, что он был избалован, так как детство провел в прекрасных условиях. Не умел он и вывернуться из таких затруднений, в которых очень легко разбирались другие. Но и кроме того, от него просто-таки отвернулось счастье. Бывает, что на человека находит такая линия, когда все против него вооружается. Он и занимался не меньше других, и был он человек толковый, способный, знающий, но стоило ему получить урок, как через две-три недели родители заявляли претензию, что он плохо занимается. Его несчастная линия как будто переходила и на учеников его. Они начинали получать двойки и единицы. И с большим трудом боролся Колтухин со своей судьбой. Теперь он был на третьем курсе, но как изменился он в сравнении с тем, каким поступил в университет. То был благообразный юноша, статный, с мягкими приятными манерами, с цветущим лицом. А теперь он обносился, все на нем было вытерто, все утратило форму. Сам он потерял свою статность, сделался неуклюж, нескладен. В лице его появилось какое-то ожесточение. Оно обросло, огрубело. Цвет лица был серый, неприятный. Борьба, которую он выдерживал, вся отражалась в этом лице. Разумеется, среди товарищей пропасть с голоду нельзя. У того рубль возьмет, у этого два. Нередко ему приходилось ночевать на чужих квартирах. Это не всем нравилось, многих это стесняло, но к этому привыкли и терпели. Всякому приходилось бывать в затруднении и пользоваться услугами товарища. Но у Колтухина это сделалось постоянным. Он вечно бывал в затруднении, и вечно ему нужна была какая-нибудь помощь. Жалко было смотреть на него. И, конечно, не виноват он был в своих несчастьях. Все это очень хорошо понимали, но не все умели быть деликатными и тактичными. И у многих в обращении с ним проглядывало скрытое пренебрежение. Иной, увидев печальное лицо Колтухина, прямо говорил, «Ну, сколько тебе, Колтухин?», намекая этим на его постоянную склонность просить денег. Колтухин в таких случаях окатывал товарища мрачным взглядом и молча уходил. Но все же ему приходилось просить. Без этого он не мог обойтись. Самолюбие у него было большое, но был и характер. Он понимал, что ему поскорее, и во что бы то ни стало, надо кончить курс и получить диплом, что только это одно может избавить его от унизительной бедности. И, решив так, он уже сознательно терпел все оскорбления. О нем составилось мнение, как о человеке неспособном, неуживчивом, бестактном. Но это была неправда. Ему просто не везло. Адски не везло. И не только среди товарищей была плохая репутация у Колтухина, но и среди профессоров и начальства. Не проходило месяца, чтобы Колтухин не подал ректору прошения, в котором по общепринятой форме писал, «Находясь в крайне стестенных обстоятельствах, покорнейше прошу выдать мне единовременное пособие». И так дальше. Ему сперва выдавали маленькие суммы — 10-15 рублей, но когда просьбы сделались постоянными и частыми, стали отказывать. А стипендий было мало. И он никак не мог получить ее, так как и отметки у него были плохи. Колтухин был с виду человек мирного нрава, с товарищами не ссорился, но и не сходился с ними близко. Пробовал он сойти с тем, другим, но едва только замечал пренебрежение, как тотчас же отходил прочь и больше не делал попыток. Только с одним, с Муровым, он был более или менее близок, и то лишь потому, что они были из одного города и вместе учились в гимназии. С Муров знал его историю и жалел его, но помочь не мог, потому что сам еле сводил концы с концами. Но даже и С Муров не знал, что делалось в душе у Колтухина. А между тем в душе его зияла страшная рана, уязвленного самолюбия. Рана эта с каждым днем увеличивалась и, наконец, дошла до таких пределов, что он не мог справиться с ней. И вот заметили, что Колтухин уже несколько дней подряд не появлялся в Кухмистерской, где иногда за него платили товарищи, и ни у кого не просил денег. Это было странно. В университете он появлялся, слушал лекции и вообще ни в чем не изменил своего поведения. «Ты, должно быть, нашел занятия, Колтухин?» — спрашивали его. «Да, нашел». Отрывисто отвечал он и больше не хотел давать никаких разъяснений. «Урок?» «Да, урок». «Хороший?» «Ничего, жить можно». Очевидно, он не желал быть откровенным. Но, наконец, эту перемену заметил и Смуров. «В самом деле, Колтухин, ты получил урок?» — спросил он однажды у товарища. «Разве это так невозможно?» — промолвил Колтухин не совсем дружелюбно. «Нет, отчего же, я очень рад, если ты, наконец, получил, но...» «Но тебе так долго это не удавалось». «А теперь удалось, вот и все». «Где же? У кого?» «Не все ли это равно?» «Странно, что это может быть секретом. Извини». «Не секрет. А только что тут интересного?» «В одном семействе, у чиновника». «Со столом?» «Да, и со столом. Ну, слава богу, я очень, очень рад за тебя, Колтухин. Спасибо». Смуров рассказал товарищам, что у Колтухина в самом деле есть урок за стол и комнату, и все порадовались этому. Очень скоро можно было заметить, что среди товарищей начало исчезать прежнее отношение к нему. «Это делается как-то само собой, незаметно. Скверное свойство человеческой натуры, невольно относиться с уважением к удаче, а сожаление к неудачам ближнего, очень скоро переходит в пренебрежение к нему». Впрочем, Колтухину помогло и то, что он больше никого не беспокоил просьбами, прекратились его прошения ректору о пособиях. Словом, Колтухин, по-видимому, стал на ноги, и все уже начали забывать о том, как прежде он постоянно надоедал всем. Прошло около месяца. Однажды Смуров, встретив его в университете, обратился к нему. «Послушай, Колтухин, ты как-то взял у меня немецкий лексикон. Он у тебя? Да, у меня. Он мне необходим сегодня. Сегодня? Так я тебе принесу. Зачем же тебе беспокоиться? Я сам зайду к тебе. Только ты скажи мне адрес». «Адрес? Нет, зачем же? Мне нетрудно занести, я занесу». «Но и вообще», — продолжал Смуров, — «хочется иногда побывать у тебя. Разве твой адрес тайна? Ну вот, почему же тайна? Каким образом адрес может быть тайной? Ну, прости, просто неудобно, видишь ли, они, мои хозяева, тяжелые люди. А чтоб попасть в мою комнату, надо пройти через... через столовую. Ну, они этого не любят. Знаешь, странные люди, дикие». Смурову уже тогда показалось, что в его тоне есть какая-то неправда, но он не мог догадаться, в чем тут дело. Он не настаивал. Колтухин необыкновенно аккуратно исполнил свое обещание и принес лексикон к четырем часам, как тот ему назначил. Прошло еще две недели. Колтухин по-прежнему появлялся на лекциях, но в его лице заметны были признаки как бы усталости. Он похудел, щеки его ввалились, в глазах появился блеск. «Ты болен, что ли?» — спрашивали его товарищи. «У тебя нехороший вид». «Чем он нехороший?» — отвечал Колтухин, нахмуривая брови. «Вид обыкновенный, просто, не доспал вчера, заболтался, вот и все». Но Смуров заинтересовался. Вообще поведение Колтухина казалось ему странным. Он как-то избегал оставаться с ним наедине, как будто боялся расспросов. А когда тот спрашивал о чем-нибудь, относившемся до его урока, отвечал кратко и смотрел в сторону. Теперь его лицо испугало Смурова. «Послушай, Колтухин, это дурно, если ты болен и не принимаешь мер. Что у тебя? Может быть, что-нибудь серьезное? Так лучше же вовремя принять меры. Можно поместиться в больницу, тебя примут бесплатно. Глупости. Вовсе я не болен, я совершенно здоров». Отрывисто ответил Колтухин и, не прибавив больше ни слова, ушел. Но лицо его становилось все хуже. На нем появились какие-то пятна, а в глазах невыразимая усталость. Смуров заметил даже, что иногда на лекции он закрывал глаза и как будто засыпал на минуту. «Нет», — сказал он себе, — «тут что-то не так. Колтухин что-то скрывает. Надо этим заняться». И вот в один зимний вечер, наступивший рано, Смуров решил не упускать из виду товарища. Последняя лекция кончилась поздно. Смуров сидел рядом с Колтухиным и три раза пробудил его от забытья. Тот встряхивался, поднимал голову и говорил, «Я просто задумался, вот и все». Но Смуров уже не верил этой задумчивости. «Он болен, он не спит ночей, в его жизни совершается какая-то драма», — объяснил себе Смуров. Как только кончилась лекция, Колтухин как-то нервно поднялся, протянул ему руку и сказал, «Прощай». Он поспешно вышел во двор. Смуров простился, но вышел вслед за ним. Он отстал от него шагов на пятьдесят и старался идти по улице, негромко ступая, чтобы не обратить на себя его внимание. Вечер наступил вполне. Горели фонари. Колтухин шел быстро, но как-то нервно. Иногда он вдруг останавливался, стоял несколько секунд, брался за голову и потом еще быстрее шел дальше. Раза два Смурову показалось, что ноги его двигались нетвердо, как у человека не совсем трезвого. Все это тревожило Смурова, и он начинал думать, что Колтухин, может быть, сходит с ума. Но с чего? Если бы это случилось раньше, когда его обстоятельства были действительно ужасные, он еще не так дивился бы. Но почему же именно теперь, когда он устроился и дела его пошли лучше? Может быть, он получил какое-нибудь известие из дому и узнал, что там свершилось новое несчастье. Уж если человеку не везет, так не везет во всем. Но куда он идет? Уже прошло больше получаса с тех пор, как они вышли из университета, а он все идет и идет. Вот уже и Сухаревка, затем Красные ворота, а там пошли все узенькие улицы да переулки, маленькие грязные дома, длинные деревянные заборы. Куда он идет? Здесь не может жить кто бы то ни был хотя бы и самый бедный человек. А вот совсем пустая улица, фонари на ней и редкие, и тусклые, не видно ни души. Смуров стал бояться, что благодаря безлюдью Колтухин обратит внимание на его шаги и еще больше отстал, держась все-таки от него настолько близко, чтобы не потерять из вида. Но вот пошли какие-то полуразрушенные постройки, в которых, кажется, никто не жил, и около одной Колтухин остановился и потом, повернув направо, вдруг исчез. Смуров с тревожно бьющимся сердцем прибавил шагу. Он дошел до того места, где скрылся Колтухин и увидел перед собой широкий вход во двор. Там было темно. Он не заметил никакого движения. Тихо ступая, он вошел во двор, дошел до середины и, сделав сильное напряжение, разглядел какой-то предмет и чуть не натолкнулся на торчавшую кверху оглоблю водовозной бочки. Он ощупал самую бочку. Она оказалась влажной. — Значит, — подумал он, — кто-то сегодня возил в ней воду, а, следовательно, здесь живут. Это соображение заставило еще раз хорошенько оглядеться. Зрение уже свыклось с темнотой. Он стал замечать кое-что такое, чего не заметил с первого взгляда. У самых ворот стоял маленький флигелек, старый, покосившийся набок. В нем была дверь и два небольших оконца такого типа, какие бывают в деревенских избах. Окна были закрыты ставнями, и сквозь щель одного из них вдруг проскользнула тоненькая струйка света. — Да, здесь живут, — сказал себе Смуров. Но тут у него явилось какое-то смутное ощущение страха. — Бог знает, куда он попал. Может быть, это какой-нибудь разбойничий притон. Москву он знал плохо. Ему были хорошо известны места, примыкавшие к Моховой, но здесь он был в первый раз. Однако ведь сюда пришел Колтухин. Было бы чудовищно допустить мысль, что у него есть что-нибудь общее с разбойничьим притоном. А разве вообще все это не чудовищно? Это странное поведение товарища, то обстоятельство, что он забрел сюда, на глухую улицу, а раньше говорил о каком-то уроке и чиновнике. Смуров не знал, на что ему решиться. Ведь могло случиться, что Колтухин и не вошел сюда. Может быть, это ему только показалось. Расстояние могло обмануть его. Если же допустить, что он по каким-нибудь соображениям не хотел, чтобы знали о его резиденции, то что выйдет из того, если товарищ вдруг появится в этом флигеле? Может быть, это только оскорбит Колтухина, если его вдруг найдут в какой-нибудь унизительной обстановке, и, может быть, таким образом грубо раскроют его тайну? — Нет, — подумал Смуров, — так нельзя. Может быть, в конце концов и необходимо разыскать его и спасти от какой-нибудь роковой трагедии, но это надо сделать осторожно. И он решил не стучаться в дверь и не заходить во флигель. Он тихо вышел из двора. Ворот не было, а на их месте была зияющая дыра, и внимательно осмотрел домик и все приметы, чтобы днем не ошибиться. Идя по улице обратно, он старался заметить цвета и формы домов и заборов. На перекрестке не было никакой надписи. Значит, это уже не был город. Он собирал все отличительные черты, чтобы получше заметить дорогу, и, наконец, выбрался на освещенную улицу. На другой день он пошел в университет пораньше, но Колтухина не было еще. Он не явился и до двенадцати часов. Смуров начал беспокоиться. Может быть, вчера ему не следовало уходить. Что, если именно вчера Колтухину нужна была его помощь? Но в половине первого Колтухин явился. Вид у него был совсем плохой. Особенно глаза были какие-то нервозные и на бледных висках сильно выдавались синие жилки, в которых заметно для глаз медленно, но энергично бился пульс. Во взгляде было что-то лихорадочное. Смуров поздоровался с ним. — Ты опять плохо спал? — спросил он. — Да, — сурово ответил Колтухин. — У тебя бессонница? — Да, бессонница, — сказал тот и стал смотреть вниз. Должно быть, чтобы не встретиться с ним взглядом. Смуров отошел от него, а потом, перед самым приходом профессора, вышел из аудитории. У него уже созрел план. Он вышел на улицу и, освидетельствовав свой кошелек, нашел в нем рубля два денег. Он подозвал извозчика и нанял его красным воротом. До самого пункта он не мог нанять, так как не знал название места. Но от красных ворот он рассчитывал найти по вчерашним приметам. Так он и сделал. Но ему пришлось долго блуждать, пока, наконец, он не попал куда следует. Вот и покосившийся набок домик и обширный двор без ворот, но посредине его нет бочки. Какая-то обтрепанная баба возится с бельем в лохане с водой. Он подошел к ней и поздоровался. Баба посмотрела на него с удивлением. — Бог в помощь, — сказал Смуров. — Спасибо, барин, — ответила баба. — Ведь тут, в этом дворе, живет водовоз, не так ли? — Водовоз? А что? Может, работу дать хотите? Так он скоро домой будет. Ежели хотите, он может доставлять вам воду. — Нет, пока не надо, — сказал Смуров. — А вы его жена? — Жена? А то как же? Не жена, что ли? Как же не жена? — Ну да, я и говорю, что вы его жена. — А скажите, у вас ведь есть жилец? — Жилец? Она с новым удивлением и даже некоторым недоверием подняла голову. Может быть, ей показалось странным, что он все знает. — Ну да, жилец, студент, — прибавил Смуров. — Ммм, может, он и студент. Я почем знаю? — Да я-то знаю, что он студент. — А мы, барин, не можем этого знать, — промолвила баба почему-то особенно убедительным тоном. Кажется, она со словом «студент» соединила понятие о чем-то дурном и недозволенном и потому защищалась. — Мы этого не можем знать, мы люди бедные, сами своим тяжелым трудом перебиваемся. — Я вижу, что вы бедные люди, но он вам, должно быть, очень мало платит. — Платит? — Обещал по полтиннику в месяц, да что-то этого не видим. — Да и где ему взять? — По три дня сидит без хлеба. Иной раз жалишься и дашь ему от себя. — О, Господи! — с содроганием подумал Смуров. — Что же это такое? А баба продолжала. — Так впустили его, отчего не впустить, когда человек просит. Чулан-то у нас незанятый стоит. Ну вот ему и отдали чулан. — А только платы мы от него никакой еще не видали. — А где же этот чулан? — А вам разве надо? — Да, я его приятели хочу посмотреть. — Да мне что ж, смотрите, коли охота. Только что ж там смотреть? Там и смотреть-то нечего. Кровать ему мой муж сколотил, да чемоданюшка, его старый, да книжек два десятка. Вот и все его добро. Господин он бедный. Такая у него бедность, какой и не встретишь. Уж на что мы беднота, он жалчее нас. Посмотрите, коли охота. Она оставила белье в лохане, вытерла руки фартуком и повела Смурова в дом. Прямо из сеней был ход в кладовку. Но там было темно. Пришлось зажечь спичку, чтобы разглядеть внутренность. Да, в ней все было так, как описала жена водовоза. Сколоченный из досок кровать, чемодан Колтухина и книги. Смуров посмотрел, покачал головой и вышел. Он простился с бабой, пообещав зайти позже, когда придет ее жилец, и, выйдя на улицу, поспешил сесть на первые попавшиеся дрожки. Он торопился обратно, боясь, чтобы Колтухин не ушел из университета. Он приехал как раз к концу последней лекции и остался ждать у входа. Студенты выходили. Между ними был и Колтухин. Смуров пошел рядом с ним, о чем-то заговорил и нарочно отстал, давая товарищам пройти вперед. «Слушай, Колтухин, у меня к тебе просьба», — промолвил он. «Что?» — рассеянно спросил Колтухин. «Так, у меня есть дело. Видишь?» Исмуров старался тут же придумать какое-нибудь дело. «Видишь ли, я перевел одну вещицу с немецкого и в одном месте встретил затруднение. Ты ведь лучше моего знаешь немецкий язык, вот я и хочу, чтобы ты мне помог». «Я устал», — неохотно отозвался Колтухин. «Тем лучше у меня отдохнешь. Но мне надо заниматься». «Чем?» «Надо заняться с учеником, он меня ждет». «Это важность. Если он напрасно прождет, не беда. Ты так редко манкируешь». При этом Смуров взял его под руку и крепко держал, как бы боясь, чтобы он от него не улизнул. Колтухин колебался. Почему-то ему было трудно согласиться на эту простую просьбу приятеля. Но, разговаривая таким образом, они незаметно дошли до дома, где жил Смуров. «Ну вот, видишь, мы уже дошли», — сказал Смуров. «Зайдем на пять минут». «Да ведь некогда, говорю же тебе», — попытался было еще раз отделаться Колтухин. «Странно. Неужели ты для товарища не можешь пожертвовать десятью минутами?» «Ну, пожалуй». Колтухину было неловко отказать. Смуров в самом деле всегда казался ему искренним, хорошим приятелем. Они поднялись в четвертый этаж. У Смурова была маленькая комната с кроватью, столом и диваном. Все здесь было чисто и опрятно. Он зарабатывал немного, но обладал способностью устраиваться. Он любил порядок и всегда сам прибирал свою комнату. «Садись», — сказал он, указывая на диван. «А я пока отыщу свой перевод». «Впрочем», — прибавил он, — «я буду рыться минут десять. Так вот тебе подушка, ты приляг». И он, взяв с кровати подушку, переложил ее на диван. «Ах, да», — продолжал Смуров, — «у меня остался кусок колбасы, да вот и хлеб. Давай-ка закусим. Ты, верно, еще не обедал, ведь это не мешает, это даже развивает аппетит». Колтухин взглянул на диван с подушкой, потом перевел свой взгляд на колбасу, которую Смуров уже положил на стол, и вдруг лицо его перекосилось. «Нет, знаешь, мне некогда», — как-то резко промолвил он. «Я уйду». И он круто повернулся к двери, готовый в самом деле уйти. «Постой одну минуту. Сядь, пожалуйста». И Смуров взял его за рукав и удержал. «Полно же», — глухо возразил Колтухин. «Говорю мне, некогда. Какой странный у тебя способ принимать гостей». Смуров почти насильно усадил его на диван и тут заметил, что его гость тяжело дышит. «Послушай, Колтухин, ты извини меня, но ведь ты... Ты страшно голоден. Ты истощен голодом. Поешь». «Я?» — сардоническую смешку возразил Колтухин. «С чего это? Вот не понимаю». «Но да, да, ты голоден. Больше не к чему скрывать. Прошу тебя, Колтухин, поскорее подкрепи свои силы. Ведь ты по три дня не ешь». Колтухин с изумлением, почти с ужасом смотрел на него своими блестящими, воспаленными глазами, а Смуров продолжал. «Ты живешь в трущобе, почти из милости. Ты питаешься куском хлеба, который тебе дает жена водовоза из жалости. Я все это знаю, Колтухин. Я был там. Я попал туда случайно. Понимаешь? Случайно». «Какое же ты имел на это право?» — спросил Колтухин, и брови его мрачно сдвинулись. «Право? Разве тут нужно право? Достаточно быть товарищем. И я ведь тебя понимаю, Колтухин. У тебя страшное самолюбие. Оно было оскорблено. Оно было оскорбляемо на каждом шагу. «Да, да, да. На каждом шагу», — как эхо повторил Колтухин и прибавил сильным выражением. «Каждым взглядом, каждым движением. Я не мог, понимаешь ли ты, я не мог этого перенести». И он опустил голову на стол. Потом он продолжал. «Вот для чего я выдумал этот урок. Я буду терпеть, Смуров. Я буду терпеть. Ты не говори никому. Ради бога, Смуров, слышишь? Презрение от водовоза мне легче терпеть». «Постой», — мягко остановил его Смуров. «Об этом после. А теперь подкрепись, это главное. Полно стесняться. Мы, товарищи, мы знаем друг друга с детства. Передо мной нечего стыдиться. Вот я велю сейчас приготовить чай. Ну, давай вместе поедим, а потом... Я тебе скажу, что у меня есть на примете действительный урок. Его предложили мне, но я тебе передам. Ведь мне хватит, ну...» Смуров показал хороший пример и первый начал есть. Колтухин с каким-то болезненно напряженным видом, как будто это стоило ему больших усилий, решился, наконец, протянуть руку к хлебу. Потом они пили чай. Колтухин мало-помалу оживился и начал рассказывать о своей жизни в квартире водовоза. Это было действительно нечто ужасное. Это были такие лишения, которые терпеть добровольно может только человек с сильной волей. «И знаешь, — говорил он Смурову, — я решился дотянуть так до окончания курса. Трудно это, очень трудно. И иногда мне казалось, что я вот-вот свалюсь, но в эти мгновения являлось сознание, что я ни от кого не завишу, никого ни о чем не прошу, и никто не смеет оскорбительно посмотреть мне в глаза. И это сознание возвращало мне силы. И теперь вот ты говоришь, что для меня есть урок. Спасибо тебе. Я возьму, и я не вижу причины бесцельно истязать себя, тем более, что не сомневаюсь в твоей искренности. Но если бы мне опять не повезло, я ничего не боюсь теперь, никакой нужды, никаких лишений. Я уже ни у кого не в состоянии просить какого-нибудь одолжения. Пойду к моему водовозу и поселюсь в темном чулане, и буду питаться черным хлебом. Еще у него одолжиться я смогу, но у товарищей никогда. Скоро обстоятельства Колтухина поправились. Он, наконец, овладел уроком и до окончания курса больше не впадал в крайнюю нужду. Смуров долго хранил в тайне этот эпизод, и только когда они оба кончили университет, скоро после этого однажды в товарищеском кругу рассказал его. И многие вспомнили о том, как неосторожно, хотя и бессознательно, оскорбляли своими взглядами Колтухина, когда нужда заставляла его пользоваться услугами товарищей. Вспомнили и покраснели.